Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 14 апреля, пользуясь случаем всех, поздравляю с Пасхой, тех, кто отмечает ее сегодня. И напомню, что в связи с пасхальными каникулами, с пасхальными праздниками, многие торговые инструменты сегодня не торгуются. Фактически только работа ведется по валютным парам, и до понедельника рынок будет закрыт по металлам, по нефти, по большинству индексов, и большинство европейских индексов возобновит свою работу только во вторник. Но, тем не менее, валютный рынок сейчас продолжает свою торговлю, хоть рынок и тонкий, из-за небольшого количества участников. И давайте посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллар. Вчера мы скорректировались от максимумов, которые были показаны в области 1.0676. Сейчас также мы видим продолжение коррекционного движения по паре евро-доллар. Если говорить о продолжении нисходящего тренда, то здесь паре нужно обновить минимум в области 1.5863. Это минимум, который был зафиксирован 12 апреля. Пара британский фунт также продолжает свое восходящее движение. И важный разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимуме, который также был 12 апреля в области 1.2479. Вчера также, напомню, что был обновлен локальный максимум, дошли до значения 1.2574. Пара австралийский доллар, американский доллар, начиная с 12 апреля, продолжает свое восходящее движение. Если говорить о развороте данной пары, то ближайший уровень, который мы сейчас можем отметить, находится в области поддержки по значению 74.73. Пока торгуемся выше, тенденция остается на укрепление в краткосрочной перспективе. Соответственно, в ближайшие несколько торговых сессий, в понедельник, могут сформироваться уже локальные уровни. Но об этом мы уже поговорим непосредственно на наших следующих обзорах. Пара американский доллар, канадский доллар, вчера с минимумов, которые были достигнуты в области 1.3223, ушли вверх до значения 1.3337. Но пока выше максимумов, которые были 12 апреля, пара не закрепилась. Поэтому на текущий момент тенденция на снижение остается в приоритете, по крайней мере, до тех пор, пока торгуемся ниже значения 1.3392. Эту область сопротивления мы можем отметить по максимуму, который был, соответственно, 12 апреля. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. И ближайший разворотный уровень, который сейчас мы можем отметить, находится на максимуме вчерашней торговой сессии, значение 109.39. На текущий момент тенденция нисходящая по доллару и японии также сохраняется. Индекс DAX, как мы видим, сегодня не торгуется, но тем не менее тенденция нисходящая также продолжается по данному активу. И ближайший разворотный уровень, который пока мы придерживаемся, находится в области 1.12244, максимум, который был 12 апреля. Золото также продолжает свое восходящее движение и ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован вчера по значению 1281 долларов за тройскую унцию. Напомню, что вчера доходили до локальных максимум в области 1288 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает свое восходящее движение, хоть мы и находимся вблизи уровня поддержки, который можем отметить по значению 55.38. До момента преодоления данного значения тенденция среднесрочная и краткосрочная также остается на укрепление нефти марки Brent. Ну и по индексу доллара, как мы отмечали ранее начало нисходящего движения, на текущий момент все также остается в рамках того сценария, который был отмечен. Ближайший разворотный уровень находится также на максимуме 12 апреля по значению 100.76. Пока торгуемся ниже данного значения, тенденция по индексу доллару остается на снижение. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хороших выходных и увидимся в понедельник. Всем спасибо и до свидания.